Всем привет, вы на канале TradeFact, на связи Глеб. Они издеваются. Кто такие они и что у нас случилось за прошлые сутки, потому что события выходят из ряда вон. Если очень кратко описать то, что у нас случилось. Вышла жирнющая новость о том, что ETF, большинство ETF, которые были поданы крупнейшими в мире, самыми крупными в мире инвестфондами, они были признаны комиссией по ценным бумагам США неадекватными. И на фоне этого мы увидели вертолетные движения по битку. Мгновенно цена битка пошла вниз, затем ее откупили. Казалось бы, такой негативный фон, но на этом негативе многие альты начинают судорожно просто выкупать, где они показывают от 10 до 100% роста всего лишь за одни сутки. И на фоне этого всего по биткоину мы получаем каскадные ликвидации на огромное количество денег. Что это все произошло? У этого есть определенные названия, причины и конкретные лица, кого мы можем назвать они. Если вам интересно, то давайте во всем этом разбираться. Как не попасться на эту удочку, если у вас есть какие-либо инвестпозиции и если вы торгуете, как вам быть в будущем более аккуратными, чтобы не попадаться на всю эту панику и чтобы вам не сбивало стопы и вы не ловили ликвидации. Ну что ж, давайте начинать. Сегодня я хочу начать с хронологии событий, потому что это критически важно понимать, что у нас происходило буквально за последние два месяца, чтобы четко понять, а что же у нас будет дальше. Давайте начнем с хронологии событий. Что у нас происходило в начале? Буквально месяц назад, два месяца назад, СЭК, то есть комиссия по ценным бумагам, одна из самых важных инстанций, которая сейчас оказывает определенное подавляющее давление на крипторынок. Начинает кошмарить криптобиржи, одной из крупнейших топовых криптобирж, биржу Binance, затем переключается на биржу Coinbase. То есть начинаются сильные проблемы. На фоне этого начинают страдать многие альты, потому что по определению комиссии по ценным бумагам США, многие альты, подавляющая часть артов, являются ценными бумагами. А ценные бумаги не могут торговаться в американской юрисдикции, из-за чего некоторые биржи вынуждены были делистить эти самые альты. И дальше у некоторых из альтов остается, можно сказать, туманное будущее. Что будет с ними происходить с юридической точки зрения? Смогут ли они когда-либо вернуться в американскую юрисдикцию и быть доступными для американских граждан, чтобы они могли торговать, покупать, в общем, инвестировать в эти альты? Конечно, на таком фоне у нас происходят сильнейшие оттоки с крипторынка. Многие в страхе начинают скидывать свои альты. Тот же биткоин у нас показывает нисходящую динамику. И кажется, весь рынок дампится и происходят вполне себе логичные события. Но это лишь одна сторона медали. Буквально у нас проходит менее чем 2 недели, где-то 10-12 дней. И у нас появляется второй событийный ряд, что крупнейшие инвест-компании в мире начинают подавать заявки в комиссию по ценным бумагам, чтобы запустить ETF на биткоин. Да, это не что-то новое. Уже были предыдущие попытки годом и двумя, и даже три года назад на открытие ETF. Но как бы все эти кейсы не увенчались успехом. Но сейчас у нас начинают такие именитые компании подавать запрос на открытие ETF, как BlackRock, например, как Fidelity. Для сравнения, чтобы вы понимали, тот же BlackRock обладает капиталом, которым он управляет, это как бы считается инвест-компания, в десятки триллионов долларов. Это очень-очень близко к госдолгу США. Если я не ошибаюсь, можете меня исправить в комментариях, то госдолг США порядка 30 чем-то триллионов. То у BlackRock, по-моему, 20 чем-то триллионов чисто находятся в управлении денег. То есть вы понимаете, какие гиганты действительно посягнули на то, чтобы мы хотим открыть ETF. И как бы на этом фоне мы видим наоборот позитив, как биткоин у нас, можно сказать, восстанавливается. Давайте, чтобы не голословить, покажу на графике. С 25 тысяч, даже немножко ниже, куда мы падали, мы видим довольно хорошую положительную картину, когда у нас цена битка уходит более чем на 26%. И все это как бы происходит на позитиве, что окей, мы видим заявки, которые подаются на ETF, мы видим в принципе в целом позитивный фон на крипторынке. И, конечно же, у нас подрастает лучше всего биткоин, так как ETF именно на него. Но на самом деле это важно для всей криптоиндустрии и для альтов в том числе. Но что странное, что многие альты у нас либо стоят на месте, либо продолжают наоборот снижение, когда биткоин растет. И здесь уже первая как бы неувязка. Почему SEC кошмарит биржи, кошмарит многие альты, и тут же многие крупнейшие мастодонты в инвестициях начинают подавать ETF? Как бы казалось бы нелогично, почему у нас такой сейчас негативный фон, и именно в этот момент у нас решают крупнейшие компании, собственно, заняться, чем они и занялись. И здесь уже какая-то неурядица. Вроде бы у нас все было негативно, теперь у нас становится все сверхпозитивно. И вчерашний событийный ряд как бы поставил такую окончательную, жирную еще не точку, но запятую во всем этом. Что у нас произошло? Что многие ETF, которые были поданы, не единственная, ни одна компания подавала заявки на открытие ETF на биткоин, их сочли неадекватными. Что это значит? Давайте очень кратенько покажу, как это все выглядит в статье, самые основные абзацы и тезисы. Итак, биткоин подает на отчет SEC о том, что заявки на spot BTC ETF неадекватны. Что именно это значит? Что комиссия по ценным бумагам США заявила, что недавние заявки на запуск биткоин ETF неадекватны, сообщила Wall Street Journal в пятницу утром со ссылкой на источники, близкие к этому вопросу. Что именно это подразумевает? Согласно статье SEC сообщила NASDAQ и SBO, биржам, которые подали документы на spot BTC ETF для нескольких управляющих активами, включая BlackRock и Fidelity, собственно, те компании, о которых я говорил, что заявки недостаточно четкие и исчерпывающие. То есть, очень-очень странно, потому что, представьте, такие компании, как BlackRock и Fidelity, то есть, у которых в управлении триллионы долларов, наверняка они обладают довольно компетентными юристами, которые могут сформировать, ну, как бы, грамотный запрос, что они хотят, а тут, как бы, начинают говорить о том, что заявки ваши неадекватны, вы кучу всего не уточнили, и вообще вы какой-то буллщит подали. То есть, это, вопреки вообще здравой логике, попросту нелогично, не ложится в обычную, ну, как бы, понятную картину. И сейчас, когда, вот, представляете, у нас есть такая хронология событий, что одно действие противоречит другому, и, как бы, чему верить? Вроде бы, у нас все плохо, потому что комиссия по ценным бумагам до сих пор кошмарит все рынки, но, с другой стороны, крупнейшие инвест-компании подают заявки на ETF, у нас начинается вообще позитивный такой локальный фон, и потом у нас происходит вообще полная билиберда, и на фоне этого давайте посмотрим, что произошло, чтобы понять, а зачем все это делалось, и кто именно это делал. Первое. Зачем это все было сделано, чтобы сделать больно? Когда у нас возникла, собственно, это новость о том, что заявки признаны были неадекватными, давайте посмотрим, что произошло на графике. Собственно, мы увидели размашистую волатильность в районе 6% по битку. Вроде бы немного, но и немало, потому что мы пробивали критически важные уровни 31 тысячу долларов, и снизу у нас был довольно важный уровень 29 800, 29 900, этот диапазон. Что у нас произошло на графике ликвидации шортистов и лонгистов мы получили каскадные ликвидации 134 и 123 миллиона, то есть более чем 250 миллионов ликвидаций и шортистов и лонгистов в этот раз, такое, кстати, бывает редко, в основном ликвидируют по большей части либо шортистов, либо лонгистов, но здесь, на этом вертолетном движении, ликвидировали поровну, и суммарно это было более чем на 250 миллионов долларов. То есть первая причина, ну вполне себе логична и понятна, это сделать больно. Кому сделать больно? Трейдерам, которые торгуют интродэй и которые занимаются скальпингом. Потому что в таком коротком рейнджу у нас, как правило, работают люди с небольшой волатильностью, а именно скальперы и интродэйщики. То есть для всех остальных, включая свингтрейдеров, ну по сути это не нанесло какого-либо урона. Но тем не менее, мы можем увидеть, что по графику, по диаграмме ликвидации, то видно, что, ну как бы, очень много людей работает в таком ключе, в краткосрочном, где они там ставят маленькие стопы, кого-то ликвидировало, кто-то просто получил стоп, но на этом фоне, как бы, можно сказать, у нас было изъято много денег, из слабых рук, в более сильные руки, а потом поговорим, что такое более сильные руки и кто же такие они. Давайте двигаться дальше. А сами как думаете, из-за чего все это происходит? Что есть ребята, которых мы называем они. Давайте примерно, вот у нас нет четкого понимания, кто такие могут быть они. Мы же можем лишь строить гипотезы. Как по мне, они это те самые ребята, которые подавали, например, те же заявки на ETF, это те же Fidelity, это те же BlackRock, да, не конкретно какое-то лицо, которое управляет, а скажем, клингломерат лиц, которые причастны к этим компаниям. Это, можем назвать их, биржевой картель, неважно, биржи Binance, биржи Bitfinex. Собственно, все эти люди были заинтересованы, во-первых, в таких каскадных ликвидациях, но здесь, надеюсь, что для моей аудитории не нужно пояснять, почему они были в этом заинтересованы. И второе, когда у нас всплывает ситуация, а сами как думаете, когда людей пугают, потом поощряют, что-то там растет, потом снова пугают, потом цена возвращается после того, как падает. Зачем это происходит? Да для того, чтобы очень-очень вероятно собирать позиции. И крупные деньги собирают позиции не день, не неделю, они собирают их месяцами, иногда даже годами. И сейчас, как по мне, мы близки к околофинальной или уже подходим к финальной черте, где у нас будут собраны, не у нас, а у них, которые люди, они, мы уже определились, кто это, где будут собраны основополагающие деньги, основополагающие позиции для того, чтобы, ну, отправиться вверх и все это дело разгрузить. Далее, что у нас произошло, чтобы немножко подкрепить всю эту логику размышлений? Что у нас очень-очень неплохо произошел памп альтов. То есть, у нас ETF на биткоин признан неадекватным, у нас происходят определенные качели, где мы видим ряд крупнейших ликвидаций и на фоне этого мы видим памп альтов. Давайте очень быстро покажу по основным альтам, что у нас за вчерашние сутки происходило. Эфир 6-6,5%. Лайткоин за сутки более чем 31%. Дэш 15%. Давайте посмотрим Зэк 17%. Посмотрим какой-нибудь Нео за сутки 13%. Если на вчерашние сутки я специально не обновлял страницу, посмотрим топ 100 по приросту за 24 часа. Это XEX E-Cash 77%. Лайткоин 25%. Биткоин кэш 12,7%. Кстати, Биткоин кэш сейчас покажу кое-что интересное. Мейкер 21,8%. Ну, в общем, видим, да, что у нас Биткоин SV 32%. Классик 20%. Что что-то ненормальное. Как бы казалось, что Биткоин ETF признали неадекватным. На фоне этого биток очень сильно пролился, но альты, мать его, начинают очень сильно откупать. И как бы здесь ложится в логику о сами как думаете, что на самом деле крупные ребята, назовем это таким словом картель, на самом деле они откупают и альты им сейчас становятся особо интересными, потому что если мы посмотрим на график доминации Биткоин, мы прошили довольно важную зону 47-49%, доминация Биткоин ушла вверх, и как раз за вчерашние сутки мы видим, как доминация Биткоин опустилась почти что на 1,9-2%, и как бы потек капитал потихоньку в альты, и как вы думаете, кто выкупал эти альты? Люди, которые испуганы от того, что бляха ETF снова не прокатил, люди, которые видят, что Биткоин валится вниз, нет, конечно, не они откупали эти альты, а более умные, более сильные, скажем, руки, откупали как раз эти альты. И, собственно, давайте ответим на вопрос следующий, зачем все это делается? Во-первых, когда мы получаем такие разные новости, поначалу все хорошо, поначалу все плохо, логично, что мы получаем вертолетный эффект как на графике Битка, так и на графике альтов, но Биток он более выражен. На Битке очень неплохо побрить людей, чтобы как бы забрать их стопы и собрать себе больше ликвидности, от этого выиграют и крупные деньги, и около приближенные к биржам люди. Опять же, да, это вся верхушка почти что каждых из бирж. Это первый нюанс. Второй нюанс в подтверждение того, что вчера уже происходили определенные сильные манипуляции, я показывал в стакане биржи Bitfinex. Очень рекомендую, ребят, посмотреть это видео, не пожалеть 6 минут. Я подробно прокомментировал, что у нас происходило на бирже Bitfinex и чем это чревато, и сейчас, в принципе, это довольно хорошо все подтвердилось вот в обучающих целях. Очень рекомендую это сделать. Видео доступно только в Телеграм-канале, он абсолютно бесплатный, и ссылочку на него я оставлю в описании под видео, Телеграм-канал с аналитикой. Переходите, посмотрите это видео и рекомендую подписаться на Телегу, потому что там в основном будет все выходить обзоры, которые касаются стаканов, ленты сделок и какие-то такие краткие экстренные новости я также публикую именно у себя в Телеграм-канале. Так вот, с этой целью мы разобрались. Вторая цель, как по мне, опять же, это мое субъективное мнение, я могу ошибаться, что уже в течение 2024 года мы увидим очень-очень, может быть, это даже будет конец 2023 года, осень, начало зимы, мы увидим очень сильные позитивные движения как по битку, так и по альтам и сейчас как раз готовится тот самый сбор позиций. Биткоин, возможно, еще опустят ниже, будет там сбор, но альты, как по мне, уже улетели на около критические значения и сейчас их очень-очень вкусно выедать. выедать их будут не мы с вами, либо таких людей будет там 2-3% из обычных людей, выедать будут крупные фонды, крупные инвестфонды, вообще крупные игроки, тот самый картель, потому что сейчас альты находятся около донных значений и для них там собрать позицию месяц-два, поддержать, даже если это уйдет в какое-то там на второе, третье дно, для них это не составит проблем, потому что они мыслят глобально и реализовать уже в 2024 году для них будет там, я уверен, что множество иксов, 2, 3, 4, 5 и даже 10 иксов и в принципе для них эта история логичная, но основное внимание они направят на биткоин, потому что в альтах они запаркуют там небольшую часть капитала, там может быть десятки миллионов, но в биток можно запарковать гораздо больше денег и соответственно чем больше денег вы запаркуете, чем больше прибыли вы получите. Я думаю, что биток еще покажет очень хорошую динамику, но опять же, да, это не будет там завтра-послезавтра, хотя это может произойти и завтра, но тем не менее на протяжении конца 23-го, начала 24-го года картина складывается именно так, что сейчас идет определенный набор позиций, а новости это лишь манипуляционный инструмент, чтобы побрить некоторых трейдеров, которые работают в краткосрок и собственно из слабых рук, допустим, люди, которые давно покупали альты, увидели просадку, стало страшно, почитали, что сек все кошмарит, многие альты ценные бумаги, они начнут это все скидывать, в лучшем случае переливать в биткоин, либо просто уходить в кэш, там в тот же тезер, поэтому надеюсь у вас немножко картина начинает собираться, а что же на самом деле происходит, и теперь, исходя из этого, давайте очень кратенько пройдемся по графику битка, чтобы, скажем, спрогнозировать, что у нас может происходить дальше. У нас произошло два важных события, закрылась дневка и закрылся месяц, по закрытию дневки видите, что у нас классическая доджи, практически отсутствует тело и большой хвост сверху и снизу, в принципе, когда у нас такая свечная модель, на рынке неопределенность, то есть у нас 50 на 50 может либо такое, либо такое движение случится, поэтому как бы дневная свечка нам ничего не прояснила, но у нас закрылся месяц и здесь у нас уже гораздо больше понятного произошло, давайте переключусь на график, который не нагроможден техническим анализом, вот так у нас закрылся месяц, то есть это хороший свечной паттерн, чтобы в июле месяце мы увидели, возможно, поход выше, чем 32 тысячи долларов, куда именно он может быть? Первые цели, такие максимально консервативные, это диапазон 33-37 и второй максимум, который я ставлю на июль месяц, мы можем увидеть 37-42 тысячи долларов, опять же, у нас было вчерашнее подтверждение, как у нас закрылся месяц, то есть у нас довольно полнотелая зеленая свеча, у нас есть откуп снизу вверх, который свидетельствует о том, что в июне месяце здесь цена была интересна, то есть 24-600, 27-200, очень-очень быстро и сильно это все откупали и в принципе даже через какую-то небольшую коррекцию в этом месяце в целом я вижу более значительный выход в конце этого месяца, может быть, это произойдет в августе, но опять же по паттернам технического именно свечного анализа у нас напрашивается выход за 32 тысячи долларов первую-вторую цель, как бы диапазон цели я уже обозначил, поэтому как бы у нас подтвердился в принципе позитив на июль месяц. Ранее говорил буквально во вчерашнем видео, что этот позитив может развеять, максимально разрушить, это конечно же форс-мажоры, которые могут выходить. Форс-мажоры могут быть как в рамках крипторынка, так в рамках и фондового рынка. Например, у нас как бы намечается такая не сильная рецессия, не депрессия, а именно рецессия в Соединенных Штатах Америки и в целом это должно негативно ударить как по фондовому, так и по крипторынку. Умеренная рецессия, по крайней мере сейчас это самое такое вероятное ожидание, что может произойти. На этом фоне я не ожидаю, что мы увидим какие-то красные такие огромные сопли по битку, что мы там уйдем ниже чем 15 тысяч долларов. Да, в моменте это будет негативно, мне что-то так подсказывает, что рынок, крипторынок по крайней мере очень быстро от этого очухается. Сейчас гораздо важнее, чтобы процентную ставку повышали либо оставляли без изменений примерно в рамках их ожиданий. И самое главное, чтобы инфляция у нас продолжила падать примерно прогнозируемыми темпами, а уже где-то в 20-х числах, если я не ошибаюсь, у нас выйдут новые инфляционные данные. На текущий момент инфляция в США составляет 4% и надеюсь, что она продолжит свое снижение. Если инфляция продолжит свое умеренное нормальное снижение, то значит ФРСникам будет уже не особый смысл поднимать эту процентную ставку, а соответственно они сделают меньше препятствий, меньше причин для того, чтобы усугубить рецессию, чтобы начались другие проблемы в экономике и тогда более-менее мягко, может быть, с какой-то умеренной рецессией мы выйдем из этого всего кризиса и тогда для крипторынка будет очень хороший раздол, чтобы очень классно вырастать, ну по крайней мере обновлять предыдущие хаи, где мы были выше, чем 66 тысяч долларов. Опять же, эти ожидания строятся в рамках 24-го, возможно, 25-го года. Но вы должны понимать, что на текущий год, допустим, поход ниже, чем 15 тысяч долларов, он вероятен, но опять же, в процентной вероятности мое субъективное мнение, что 70%, что мы уже не будем обновлять лои. Опять же, это все может быть, 30% вероятности это все же неплохая вероятность, но по логике вещей всего происходящего, что я рассказал в этом видео, что мы сейчас вырисовываем на чартах, то есть на графиках, то для нас, в принципе, такая картина маловероятна, но тем не менее, вероятность еще остается. И все это хочу зафиналить, что сейчас делать тем людям, у которых есть позиции. Вчера, кстати, одну из позиций открыл я, и сейчас покажу, как это все дело выглядит. Где у меня была открыта позиция, покажу вам на часовике, и вообще объясню логику, почему у меня она была открыта. Буквально во вчерашнем видео, если вы посмотрите дневку, я рассказывал, что есть две лонговые зоны. Первая зона, которая мне интересна для подбора, и вторая зона, которая более ситуативная, это вот, это вот зона, то есть у нас, да, есть определенный флет, там в районе 4%, и около нижней границы с выносом, немножко ниже стопа, чем этот хвост, в принципе, было бы логичным. Заранее я это все не делал, но, если мы переключимся на часовик, сейчас объясню логику входа в лонг. Когда у нас была вот такая вот свеча, как раз на выходе вот этих самых новостей, которые мы уже обсудили, и самое главное, свечной паттерн, который сформировался далее, мы увидели довольно большой хвост, здесь про торговку, здесь у меня была точка входа в лонг, с естественно, понятным стопом за этот хвост немножко ниже, и что я имею на текущий момент. У меня есть лонг, который мне в моменте, там, давал на максимуме в районе 2%, и стоп, который также у меня там порядка 2.1 и 2% вышел. То есть для меня уже разгружено здесь 30% позиции, стоп у меня перетянут в безубыток, и в случае, если мы продолжим отскакивать на 31% и выше, по 10% у меня здесь будет остаточное закрытие позиции, и как бы финально у меня будет закрыта позиция. Опять же, да, если мы сюда пойдем, как раз на отметке 31.380 или 390, точно уже не помню, здесь я закрою свои последние 10%, и довольно по неплохому соотношению риск-прибыль, как бы у меня будет эта позиция закрыта. То есть сейчас говорить о том, что вот в краткосроке мы пойдем вверх или вниз, но у нас нет такой информации, потому что на дневке мы закрылись доджи, сейчас у нас каких-то нет намеков на то, а что же будет дальше, поэтому я принял решение, что лучше меня выбьет по безубытку, но у меня уже есть 30% закрытых, и как бы от этого, ну, я в любом случае выиграю. Единственный вопрос, сколько денег ты унесешь с этой сделки. Поэтому, если вы прислушивались к рекомендации, у вас есть ранее набранные ланги, рекомендую часть фиксануть, перенестись в безубыток, и дальше уже как бы с попкорном наблюдать за рынком. На этом у меня все, ребят. Как вам вообще такой формат? Жду от вас фидбэк. Что вам больше нравится? Просто сухой разбор основных новостей, графиков, что происходит, и вероятности, что может дальше происходить с ценой, либо вот таких вот более конспирологических теорий, что происходит, вот разборов глобально, конкретных новостей, конкретных действий фондов, самой такой очевидной логики, что у нас напрашивается. В общем, какой формат вам более интересен и привычен от меня? Напишите в комментарии. Буду очень рад и признателен. Особенно тем, кто часто комментирует все, что я говорю, задает какие-то вопросы. Ваше мнение мне будет наиболее ценно. В общем, жду от вас фидбэк в комментариях. А на этой ноте буду с вами прощаться. Всем желаю хорошего дня. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok